С пылу с жару. Продолжаем масляную неделю и готовим традиционную выпечку. Рецептом румяных блинов с нашими зрителями поделились в рестабаре «Кочевник». Анастасия Евтысая продолжит тему. Традиционные блины на молоке – это не только просто, но еще и очень быстро и вкусно. Блинчики по этому рецепту получатся даже у начинающей хозяйки. С чего же начать приготовление теста? Первым разбиваем яйца. Потом добавляем соль и сразу же сахар. Так, и все, и замешиваем. Начинаем. Соль с сахаром сразу же, посмотрите, с лица. Далее выливаем 500 мл молока. После постепенно подсыпаем 400 г муки. Не стоит забывать, что все ингредиенты необходимо тщательно перемешивать. При желании в тесто можно добавить растительное масло. Так блины будут более эластичными и не прилипнут к сковороде. Ловкость руки никакой магии. А блины уже шипят и румянятся на сковороде Артема. От этого зал постепенно наполняется аппетитным ароматом. Что касается начинки для блинов, то наполнение может быть самым разнообразным. В нашем ресторане подают блины, естественно, с низнейшей семгой. Самые вкусные блины с творогом и изюмом, с ягодной начинкой. Даже с северной – это брусника, мороженое. Пользуются очень популярностью. Прошло уже совсем немного времени, а блины готовы и пышут с жаром. Дело за малым. Добавляем вишневый соус и наслаждаемся приготовленным блюдом. Что же касается истории этого угощения, то блины не всегда были главным атрибутом масленицы. Причем блины не сразу стали символом масленицы. Ведь масленица еще называется сырная неделя, то есть прежде всего это молоко, сыр, молочные продукты. А уже потом, попозже, блины стали символом масленицы тоже. Их, конечно, должно быть много и угостить. Первый блин, как говорят, усопшего поминают, ушедшего родственника. Ну а потом уже пекут блинов целую кучу и угощают всех близких и родных. В среду на масленичной неделе называют лакомка. И не просто так. В этот день было принято ходить в гости с вкусным угощением. В блинам следовало подавать всевозможные сыры, молоко, сметану и масло. Наедались впрок, ведь впереди следовал Великий пост. Анастасия Евтыса, Владислав Носкин, Пельканал Север. Анастасия Евтыса, Владислав Носкин, Пельканал Север.